Если я что-то напутала, это не по злому умыслу. Если я обещала, значит сделала. Ты народу обещал электроэнергию в два раза снизить. Обещала, сделаю. А кто против? Мы против. В конце концов, я президент. И это мне решать, что никакого понижения не будет. А как ты будешь это решать? Думай. В конце концов, ты президент. Пойдем, Рустем. Не будем отвлекать человека от государственных дел всякой ерундой. Не бери себе у головы. Мы все сами решим. Что, кому, сколько. Антон, не расстраивай хозяйку. Только позитив. Только позитив. Насколько я понимаю, обещанию снизить электроэнергию в два раза сбыться не суждено. Чем это нам грозит? Настолько же упадет кредит доверия. Это проблема. Да, вот другая проблема. Как повысить бюджет программы «Доступное жилье»? Кстати, тоже обещанный. Антон. Понял. Но с этим киловаттом надо что-то делать. Надо сделаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вітаю вас. В ефірі спецвипуск новин. Сьогодні президент України Жанна Борисенко звернулася до нації. Рідні мої, украинці. У мене в руках контракт, підписаний злочинним режимом Сурікова, за яким ціна на киловатт електроэнергії для населення завтрашнього дня піднімається в чотири рази і коштуватиме вісім гривень. Тільки вдумайтесь. Платежі за одну кімнатну квартиру в Києві складатимуть півтори тисячі гривень. Як гарант Конституції я не маю права допустити такий грабіж мого народу. І тому на ваших очах прямо зараз я розриваю цей смертельний вирок. Я обіцяла знизити тарифи на електроэнергію. І я виконала це. Обіцяла в два рази. Знизила в чотири. О, Жанка, молодец! А че такое? Понизила киловатт в чотири рази. Так, а скільки тепер? Дві гривні. Так так і було. Какая разниця? Главне, що обіцяла і зделала. І передзделала. І не в два, а в четыре. Чи одна? Можеш їсти, як чотири.